Девочка-пай 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 Veranga no estaba en casa Cuando yo llegué Su ropa está tirada y estoy buscando Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Los pies descansos, al aire de la morriga, comiendo de un basurado, no es que afra un ganda o el televisor. Un saludo, San Salvador o Paraguay, un tren no anda y vamos en Mercedes, los mar tienen que caminar, un dios no anda y vamos en fetiches, las velas no oscuras en el mar. Nunca jugaste al polo, nunca fuiste a Caguay, lo miras por la televisión y querés gritar. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. ¡Caguay! 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 Fuiste a Caguay, lo miras por la televisión y querés gritar. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому я счастлив и, в основном, очень счастлива, Габрион Петвероний. Потому что это последняя в год в год. Ну, но уже вернемся. Веднемся в год. В иду в год в год. В иду в год. В то время, в ходе, в годах, ухо у них есть что, что многие банды были искать sueнии, искать sueнию в других местах. И мне кажется, вращение в интернете с тем, что он такой момент, что он говорит, что за нас был в конце концов, он говорит, что для нас было как как-то, что мы начали выполнять с Кенисента, как формать из одного из лучших группа б own, который называется «Граффити», и было очень-оченький. Семь, это было последним группой группой группы в «Граффити», и потом был последний группой группы в «Граффити» он был веземный диск, и его было тоже диземно с другими группами, как «Лос Стомагоги и Традио», или «Лос Тонтон», которые были везде сцены. Так что, они были спорят, как появилась моя возможность, как также случилось «Нево 23». Это было очень интересно, и, наше время, Я спустя, видосы, по-другому, в дистанции, можно увидеть как бы как бы у нас есть протоистория в «Ла трампа». То есть, что мы видим, как мы видим, «Пальс» в «Ла трампа», в «Ла трампа», в «Ла трампа», которая была единственной в «Ла трампе» с «Ла трампе» в «Ла трампа» и в «Ла трампа». И вся эта искра была в «Андиоуэйвэйв», в «Поп», «Мас оскру», потому что в 80-м виталийтах, и в следующий раз, который Илья Шеренберг, в конце «Ла трампа», отдыхает на танго, который в самом деле с его танго, и в принципе, там, в основном, что в основном было в начале Арбора Келлиан, например, как и другими студентами, но, ну, там, 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 и, в общем, там.. Возвращаясь к Мартиниану, в принципе, и также Карлitos Рафоль. Карлitos Рафоль, который потом в «Ла трампа» тоже, и, ну, это был один из группов, который был очень particular, потому что, я думаю, был один из самых популярных групп, который, конечно же, в «Лусь Роя», который, конечно же, не имеет никакого дела, но в том числе, 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 какие компании со владельцев etc., о социальном ранеестаре, о социальном ранеестаре, как прийшли в отделığ próximo doorway, как их отношено среди, в группу, в соню и в актитуде. Как лучше, как АДН, для того, чтобы рассказать историю АДН. Финал 2013 года в Блистер.док, мы увидимся в следующем году. Мы увидимся в следующем году, и мы оставим с АДН. Если у нас есть семьи, где не было боясь, где не было боясь, не было боясь, не было боясь, не было боясь, но, в этом смысле, мы с семьей. Панк и Метал не были единственные дороги в росте. Лисеи, как Дамазо и Зоррилля, были ферменты молодые музыки и течно. Верой, Карлос Рафольс и Мартинияна Олливера создали АДН, группа в комплекте в комплекте «Граффити» с песня «Кожа кроматика». Верой, в росте, в росте, в росте, в росте, в росте. mondил Сирена. В резко «Серка, подбившись» в гармонах, я иду. в память о немористинах в диктаду. Я был встанным с Карлос Рафольф, который был потом байзист, на улице Гуадалупе и Генерал Флор, в пленном баррике Боэз. Он мне сказал, «Пасаме на руке, и я говорю, что я делаю байзу. Я говорю, что я делаю байзу. Я говорю, что я делаю байзу, потому что я делаю байзу. Но мы делаем байзу, когда я делаю байзу, я делаю байзу, я делаю байзу, и я делаю байзу, и в байзу я знала Мартиния Олливера. Эти годы, в 1981, в Дамазу, мы были в школе, и мы начали приступать, что закончилось, мы начали играть вместе, что не было электричество, и не было ни разу, ни разу, что я делаю байзу. И я делаю байзу, я делаю байзу, я делаю байзу, и я делаю байзу. Я делаю байзу, и я делаю байзу, я делаю байзу, и я делаю байзу, я делаю байзу, я делаю байзу, и я делаю байзу, и я И это было Моника, которая была по-анскомуbank. И мы просто понравилась, потому что вы не хотите ведь это был Блонди. Мы говорили, мы сняли такой Блонди, мы с мужем и урудовались, этому не было вообще необыкновенно, когда был пост-диктады, где был пост-пункт, не было мужа. И мы разговаривали, Моника с Felixом. Но потом всё о проблеме с новыми, те же вещи. Свihно подробно зациклить. и он был очень зелым. И в конце концов, когда я сняла, я сняла. И я сняла. Все группы были опухой. Мы взяли на весе, мы собираем и мы сняли, и мы сняли Моника. и сейчас мы похоже на венеры и, ну, вabord, возникло, 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 возникло возникло пудто, возникло. Вши висели в Монталию и Данилу и нас задают в нем. В нем там обалдеть, сколько у нас есть салатов, в нем там, когда они изменили,хоста их заложили, они в армный Тал Карбоне, мы не знали, что не знали, что заходили он, Альфонсо Каробоне И он говорит, что у него есть демон И когда мы нашли, мы звонили И мы пришли, но мы пришли Но это благодаря этому поводу Мы пришли к нему То есть... Мы нашли сейчас Так мы пришли в граффити И есть две вещи с кроматиками Первое, что было очень красиво И было очень красиво И было очень красиво ...ка мы с ним делали И это не нью-вейт- descарнад То есть не нью-вейт- текла Типа... Типа... Опять-текла 体-текла Типа следовали И те кто-текла А теперь, которые мы с ней И... В шведой мы были иные Все свои, в кем... Вместе с ним И когда мы сегменты Alabama… Игнали на все И мы сегменты В несчастнике Горос на песке панки слушаю у меня я не знаю как у нас не знаю у меня и муж у них россии он полков мероприятия и и в москва к и в москва у москва к что есть в середине песня. Диалоги, которые были взяты из некоторых серий. Одна часть из «Лос Магнифика». Одна часть из «Лос Магнифика». Одна часть из «Лос Магнифика». «Адн» siempre tuvo adentro una especie de puja entre una tendencia más pop y tirarse algo más darky. Y digamos que en ese punto yo era la bandera del pop. Y Juan, que era el compositor principal en cierto modo, también muchas canciones de él eran el repertorio ADN. Juan se tiró más para lo darky. Yo no quería pasarme a «New Wave» totalmente. O sea, no quería ser una onda «New Wave», ni «Tecno», ni nada de eso. No quería ser tampoco «Punk» puro, porque no me sentía, tampoco éramos… Era un Uruguay post-dictadura, el punk era demasiado «No me importa nada» o «Todo no sirve para nada». Yo tenía mi posición política y no era tan radical. Entonces era una onda en el medio. Nos gustaba «Pila Polís», por ejemplo. No las letras, las letras nos parecieron una reverenda bosta las de Polís. Pero el sonido Polís, ese sonido descarnado, guitarras descarnadas. Y claro, con Martignano, lo que hacía Martignano era alucinante, pero suavizaba todo. Tecnificaba demasiado la dureza que queríamos. Y bueno, cuando se fue Martignano, resultó que… se fue Martignano y se fue Horacio. Quedamos en bolas con Carlitos. O sea, los que empezamos de cero volvimos a estar en bolas, así, viste. Y ahí pintó Nino, Nino Cairoli. Pero vino todo tímido y le gustaba Polís. Y ahí nos ganó. Y bueno, y ahí apareció Sergio Schellenberg. Ellos estaban en una especie de búsqueda de cambio de música. Venían un poco como que desarmándose, como que la banda se les había desarmado un poco. Y bueno, yo venía con todas las ganas de hacer algo, ¿no? Tenía 19 años en ese momento. Y ensayábamos en la casa de Carlitos Razos. Muy divertido. Creo que lo que nosotros hicimos ahí fue, digo, dentro de esa generación de bandas, fue marcar el perfil más político. No, no, no este... Digamos, si bien los traidores, por ejemplo, la banda que era la más contestataria, por así decirlo, y con la cual a mí me gusta mucho y tengo mucha afinidad, lo nuestro era más político, no tanto más social, juvenil, punky, digamos. Si bien a nosotros... A mí me gustó mucho siempre esa orientación, digamos, lo nuestro tenía una orientación claramente a incidir, a buscar incidir a nivel político. Si yo alguna vez te dije que para mí los estómagos, aunque ellos sin saberlo, elaboraban un producto, hay que llamarlo con pinzas, pero te dije una vez que era una banda culta, creo que ADN también era una banda culta. en el sentido de cómo armonizaban, en el sentido de cómo se preocupaban por la composición, en el sentido inclusive de la estética que denotaban. Blanca es una canción que está escrita para los desaparecidos. Lo escribí pensando en... Como que yo sentía que el movimiento rock no tenía ninguna... No había aportado nada en ese tema y era un tema muy sentido. Yo no tengo en mi familia ningún desaparecido, pero sí tengo amigos que tienen en su familia desaparecidos y me parecía que tenía que haber un... No, claro, no quería ser un tema que a los desaparecidos, o sea, no quería ser tan lineal como en otras, vamos a decirlo, como se hacen en otras tiendas. Y lo que hice fue contar la historia de un tipo que vuelve a la casa y no está blanca. Nunca dije si era la hermana, si era la esposa, si era la madre. Blanca es la que no estaba. Sus libros en el suelo Derramado el café Su ropa está tirada y estoy buscando No están los ventanales No está la morgue No Forlán, Lamarque y Baltar, el Willy estaban muy detrás nuestro porque les encantaba la propuesta que estábamos haciendo y bueno, al final hicieron tanta presión al palacio que salió el disco nuestro. Apoyé a la banda porque pensé que la banda merecía un mayor reconocimiento que estaba a la altura tanto de los... tanto de los traidores como de los tontos o de los estómagos y que merecía despegar merecía despegar porque en ellos sí había como una estética muy enfocada muy enfocada que sí, de pronto, coincidía en esos lineamientos digamos, más marcados por la New Way pero también hacía una simbiosis muy interesante con toda la parte del post-pam cuando era post-pam me dije, el de Backhouse, The Cure, The Division, etc. Esos idiotas que me critican no saben nada de nada me dan lecciones, me explican cosas que ellos no estudiaron pero ayer cuando todo se cumplió y Encarna era como la frutillita de la torta porque ya te digo, fue el último disco de... el último disco... fuimos la última banda que grabó el disco, ¿verdad? entonces... este... para nosotros llegar a esto, culminar luego que todas las bandas... viste cuando vos sentís le dan el ascenso a aquel le dan el ascenso a este aquel que era el hijo y que entró hace poquito ya le dieron el ascenso a nosotros no nos daban nunca el ascenso viste, bueno, salió salió la... para nosotros esto fue bueno por fin nos tocó la promoción creo que no fuimos generadores de rock sino generadores de canciones que las transformamos con nuestra influencia rock and rollera pero... digo... con un mensaje político muy fuerte o social muy fuerte era un momento muy fuerte también de hecho por eso la tapa también, ¿no? tan... este... clara en su mensaje pasó que grabamos el disco seguimos tocando un poquito y fue como llegar a una meta y ahí se desarmó el grupo este... fue la gran meta el disco, creo y nos vino... en ese sentido no... si no... si no tocó el tema de que nos desarmó pero yo creo que nos dio esa tranquilidad de bueno, por fin nos tocó a nosotros viste, que éramos como la cenicienta aquel grafite si no podrá ver camino solo todo se confunde el amor sale de tu sensación la locura cada día el miedo se apuesta con la farsa de tu... y... 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 y...